Учреждения здравоохранения постепенно, однако довольно эффективно переходят на электронный документ оборот, который в свою очередь должен качественно сказаться на обслуживании пациентов в больницах и поликлиниках. Один из шагов в этом направлении был сделан в начале прошлого года – внедрение в систему лечения электронных рецептов. Сегодня получить такой документ пациент центральной поликлиники может прямо во время приема у терапевта. В прошлом году, в данный период, было выдано 300 пластиковых карточек. В этом году охвачены все поликлиники города Бреста в выдаче пластиковых карточек и выдано 27 тысяч пластиковых карточек. Рецептов электронных уже выдано 72 тысячи по городу Бресту, из них около 10 тысяч – это по нашей центральной поликлинике. И оттоварено по городу Бресту 50% электронных рецептов и по центральной поликлинике 70%. 72 тысячи электронных рецептов было выписано с января 2018-го, более 50% из которых уже отоварены. Цифра немалая. Оформить карточку можно в любой поликлинике города буквально за считанные минуты. Удобство, скорость, качество использования такой опции уже успели оценить и пациенты. Это удобно. Меньше бумаг, все карточки всегда под рукой. Плюсы от пользования электронными рецептами ощутили все заинтересованные стороны. Медики получили доступ к информации о том, какие препараты прописывались человеку, в каком количестве и в целом отоваривался ли рецепт. Провизоры в аптеках смогли ускорить обслуживание клиента, не задавая ему вопросы по необходимым препаратам. А покупатель – возможность иметь скидку на лекарства в зависимости от производителя. И все это за несколько секунд, пока аппарат сканирует штрих-код на рецепте. По вот этому штрих-коду и по личному номеру человека определяется пациент в аптеке. То есть у них сканеры, программа считывается, сервер рассчитывает пациента и выписаны на него электронные рецепты. В большом наборе плюсов использования электронных рецептов пока, к сожалению, есть одно «но». Отоварить их можно только в государственных аптеках. В будущем планируется подключить к этому перечню и коммерческие учреждения. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щербан, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».